Вы слушаете SBS Russian. Правительство призывает отреагировать на 25 рекомендаций расследования Сената по переменопаузе и менопаузе. В ходе расследования были опрошены сотни женщин по всей Австралии, которые поделились историями о стигматизации, игнорировании симптомов и финансовых барьерах. Подробности в репортаже новостной команды SBS News. И предупреждение, этот эпизод содержит описание суицидальных мыслей. Призывы улучшить здоровье и экономические результаты на этапе жизни, с которым столкнется чуть более половины нашего населения. В докладе Сената о переменопаузе и менопаузе было представлено 25 рекомендаций для принятия правительством. Это произошло после того, как было подано около 300 заявлений от людей по всей Австралии, включая женщин с жизненным опытом менопаузы, защитников и экспертов в области здравоохранения. Менопауза – это единичная дата во времени, когда у женщины последняя менструация, в то время как переменопауза – это стадия перед менопаузой, когда вы можете испытывать похожие симптомы, включая приливы жара, ночную спотливость и перепады настроения. Сила де Лейси очень страдала, когда ее симптомы предменструального дисфорического расстройства обострились во время переменопаузы. Она говорит, что была совершенно к этому не готова. Чего я не осознавала, так это того, что все может стать намного хуже, когда наступает переменопауза, о которой я никогда не слышала до этого. Я слышала о менопаузе и приливах, и я думала, что это происходит в 50, если не в 60 лет. Но я просто слепо врезалась в эту переменопаузу в середине своих 40 лет, совпавшую с особенно трудным и сложным периодом в моей карьере. Тревожности, депрессии включали также суицидальные мысли. Это стало острее, когда я была в муках переменопаузы. Многие люди этого не знают, но женщины в 4-5 раз чаще пытаются совершить самоубийство, чем мужчины. Но мужчины на самом деле совершают самоубийство чаще, чем женщины. Так что если это не крик о помощи, то я не знаю, что это. Это был самый страшный, самый изнурительный симптом, который у меня был в то время. И я справилась с этим до того, как мне поставили диагноз ПМДР. И когда я начала принимать лекарства, в то время, когда мне поставили диагноз, это прекратилось. Но когда я достигла переменопаузы, все началось снова. Это было очень остро. Это было просто подавляющее чувство нежелания быть здесь, ощущение беспомощности и огромная тревога. Прошло 18 месяцев, прежде чем она получила соответствующее лечение, так и не получив ответов о том, что именно она переживает. Сила живет в Персе, но для получения соответствующих ответов ей понадобилась телеконсультация с экспертом на восточном побережье Австралии. Больше всего меня беспокоило то, как мое поведение влияло на отношения, в основном на мою семью. Поэтому я хотела найти решение этой проблемы и решить множество тупиковых ситуаций. Я пошла к гинекологу, который просто выдал мне целую кучу сценариев. Я ушла и положила эти сценарии в ящик. Я подумала, вы так и не объяснили мне, что именно со мной происходит. Я не знаю, что на самом деле сделают все эти лекарства. Первая рекомендация отчета призывает Департамент здравоохранения и ухода за пожилыми людьми создать доказательную базу о влиянии менопаузы и переменопаузы на женщин в Австралии. При этом психическое здоровье отмечено как ключевая категория. Профессор Кэролайн Гервич – доцент университета Монаша и клинический нейропсихолог. Она также является заместителем директора своего центра, который занимается изучением и лечением психических заболеваний у женщин. Она объясняет, что такое предминструальное дисфорическое расстройство и как оно может ухудшиться в переменопаузные годы. Предминструальное дисфорическое расстройство, ПМДР – это тяжелая форма ПМС, то есть предминструального синдрома. Так что это может случиться в репродуктивные годы человека во время менструального цикла. ПМДР может быть действительно изнурительным для некоторых женщин. Это ряд психологических симптомов, и один из них – симптом депрессивного типа, который проявляется у женщин в течение двух недель. Иногда в течение двух недель до менструации, а затем симптомы исчезают после того, как заканчиваются месячные. У некоторых женщин это может ухудшиться в годы переменопаузы, и затем это, очевидно, проходит в постменопаузе. Симптомы могут включать в себя все, что угодно – от резких или внезапных перепадов настроения, раздражительности, гнева, изменений концентрации, чувства подавленности и бессонницы. Эти симптомы могут также проявляться у женщин с другими психическими расстройствами во время переменопаузы и менопаузы. Но профессор Гервич говорит, что необходимо повысить осведомленность о проблемах с психическим здоровьем, которые могут возникнуть в этот период. Как нейропсихолог я вижу много женщин, которые находятся в переменопаузе и испытывают изменения в своем мышлении. Туман в голове, перемены настроения часто до такой степени, что они уходят с работы, потому что это изнурительно для них. При этом они не связывают это с сменопаузой. Комитет по расследованию Сената также рекомендует больше образования среди медицинских работников. Я думаю, иногда люди могут обратиться к некоторым медицинским работникам, которые не обладают необходимыми знаниями и не были обучены в этой области. И иногда симптомы женщин игнорируются. И это может иметь еще более негативное влияние на женщин, которые пытаются поднять этот вопрос. Некоторые рекомендации также сосредоточены на улучшении экономических результатов для женщин в этот период. В частности, призывы к более гибкому графику работы и призывы к правительству исследовать отпуск по репродуктивному и сексуальному здоровью. Представитель министра здравоохранения Гэт Карни сказала в ответе СБС, что поразительно, как сложно получить надлежащее лечение и информацию для опыта, который предстоит испытать 51% населения. Она добавила, что сенатское расследование пролило свет на потребности женщин, будь то обильное кровотечение, потребности в поддержке психического здоровья, проблемы со сном или влияние на отношения, и что правительство приветствует отчет и будет работать над подробными рекомендациями. Сенатор от Южной Австралии Мариэл Смит является заместителем председателя и соавтором расследования. Она говорит, что для начала есть много небольших, но существенных изменений, которые работодатели могут внести, чтобы улучшить условия труда для женщин, находящихся в перименопаузе или менопаузе. Женщины рассказали нам, что это может быть что-то простое, например, вентилятор в рабочем месте, немного гибкое время начала работы, если они, к примеру, страдают бессонницей, или регулирование температуры, а также более дышащая униформа. Очевидно, что эти изменения можно внести в офисную среду для женщин, но в таких профессиях, как дошкольное обучение, работа, на фабрике или на кассе, такого рода изменения практически невозможны. И вот тут и возникает вопрос о преимуществах отпуска по репродуктивному и сексуальному здоровью. Но защитники, работающие в этой сфере, с опаской относятся к ведению отпуска по охране сексуального и репродуктивного здоровья. Фактически, исследование Организации женского здоровья Джин Хейлс 2023 года показало, что 7 из 10 женщин считают, что работодатели будут активно дискриминировать женщин, если будет доступен отпуск по менопаузе. Доктор Сара Уайт – генеральный директор Организации Джин Хейлс for Women's Health. Это организация, которая предоставляет ряд медицинских услуг австралийским женщинам. Мы обеспокоены тем, что если будет только очень специфический отпуск в связи с менопаузой, то будет довольно высокий уровень гендерного эйджизма на рабочих местах. Мы опасаемся, что создание отпуска специально для женщин среднего возраста заставит некоторых работодателей смотреть на женщину и ее возраст и принимать определенные решения о найме из-за страха перед тем, что им, возможно, придется сделать, чтобы удовлетворить ее потребности. Однако она считает, что на рабочих местах определенно следует принять более гибкие меры, чтобы учесть потребности женщин в период этих изменений. Гибкость рабочего места может выражаться просто. Это может быть смена униформы, чтобы женщины могли снимать слои, если у них приливы жара, доступ к воде, доступ к туалетам. Я думаю, проблема в том, что у нас женщины работают в самых разных рабочих условиях, и работодателям будет очень важно проконсультироваться со своими сотрудниками, с женщинами и также теми, кто могут испытывать менопаузу и решить, что лучше для них. В ряде представленных материалов содержался призыв к исследованию опыта женщин из разных культур и языков и также среди представительниц коренных народов. В отчете также упоминается существующее обязательство правительства по финансированию в размере 13 миллионов долларов для текущей программы «Здоровье на моем языке» Многокультурного центра женского здоровья, которое предоставляет экспертные знания в области здравоохранения на родном языке для женщин-мигранток, а также женщин из разных культур и языков. Делла Роман Сари – менеджер по исследованиям и политике в Многокультурном центре женского здоровья. Она говорит, что центр приветствует рекомендации отчета. Мы были особенно рады увидеть, что некоторые наши рекомендации, а также давние проблемы упоминаются в отчете. Одна из них – это фактическое создание всеобъемлющей базы данных и необходимость в этих перекрестных данных и ответах, за которые мы действительно выступаем уже некоторое время. Однако большинство ссылок на сообщество в отчете были сосредоточены на исследованиях, а не на прямых действиях по обеспечению безопасного в культурном отношении ухода. Ан Сари также призвала, чтобы всем женщинам, независимо от их визового статуса, был дан доступ к таким видам поддержки, как Мерикея, для покрытия расходов на здравоохранение. Мы хотим отметить, что этот интерсекциональный подход и анализ должны быть приняты во всех рекомендациях, чтобы убедиться, что они отвечают потребностям женщин-мигранток и беженок, а также людей с разным полом. Например, нам нужно убедиться, что мы расширяем услуги здравоохранения и поддержки, включая Мерикея, PBS и NDIS, и выплаты по социальному обеспечению, чтобы включить всех мигрантов и беженцев. И это независимо от их визового статуса. Это также должно включать расходы, связанные с диагностикой, лечением или поддержкой, касающимися введения переменопаузы и менопаузы. Правительству фактически предлагается пересмотреть существующие номера пунктов в списке льгот Medicare, относящиеся к консультациям по менопаузе и переменопаузе, а также рассмотреть меры по устранению дефицита гормональной терапии менопаузы, МГТ, на австралийском рынке. Профессор Гервич говорит, что обеспечение доступа к МГТ жизненно важно, поскольку этот вид терапии может быть очень полезен, а также призывает к дальнейшим исследованиям в области гормональной терапии. Я думаю, это то, что приносит пользу многим женщинам, и поэтому это определенно должно быть чем-то доступным для всех женщин. Мы знаем отдельные случаи, когда женщины, у которых раньше был доступ к этой терапии, сейчас этого доступа нет, и это действительно довольно негативно для них, и это ужасный опыт. Поэтому надо убедиться, что это что-то доступное, и это действительно важно. Так что это еще одна отличная рекомендация. Сила говорит, что МГТ стала бесценной частью ее лечения. Она призывает правительство принять меры по распространению информации о перименопаузе и менопаузе, в частности, среди таких женщин, как она сама, которые более уязвимы к проблемам с психическим здоровьем. Такие женщины, как я, с ПМДР, не должны слепо входить в перименопаузу, ничего о ней не зная, не будучи предупрежденными. Потому что предупрежден, значит вооружен. Потому что для нас это, конечно, будет битва. Это, вероятно, не будет так уж плохо, но для 20-30%, у которых есть серьезные симптомы, мы должны получить лечение, потому что, как только вы его получите, боже мой, моя жизнь теперь совсем другая. Мой муж сказал, что у него снова есть его старая сила. Я чувствую себя совершенно потрясающе. И все потому, что я, наконец, нашла правильное лечение. Но это не должно быть настолько тяжело. И меня должны были предупредить. Если вам или вашим близким нужна поддержка, позвоните в Beyond Blue по телефону 13 00 224 636 или на линию психологической поддержки Lifeline по телефону 13 11 14. Репортаж Катриона Стират команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова